Подготовка к Новому году вышла на финишную прямую. А какое веселье без новогоднего застолья? Жирные салаты, соленья, копчености, сладкое, спиртные напитки. Все это, как правило, в перемешку и в неограниченных количествах. А утром бунт внутренних органов после ночного пира. Поскольку тяжелые для организма продукты в сочетании с алкоголем грозят нанести серьезный вред. Как пережить новогоднее застолье без последствий? Поговорим об этом с диетологом Натальей Сычевой. Наталья, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну вот подскажите, действительно жирные продукты вместе с алкоголем наносят вред нашему организму? Да, и не дадут соврать мои коллеги, дежурные врачи. Очень часто идет обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ну как-то этого можно избежать все-таки? Потому что без этого, как мы понимаем, все-таки нельзя обойтись. Все-таки Новый год. Да, и здесь я рекомендую что сделать? Во-первых, поставить на стол овощные нарезки. И начинать застолье именно с того, что мы наполним свою тарелку сырыми овощами. То есть полезные продукты только, натуральные? Да, сначала с них начнем, заполним желудок, и это предотвратит переедание в дальнейшем. Ну и еще, например, использовать правила осознанности, то есть пока кусок во рту, столовые приборы на столе. Так будет меньше риск того, что мы съедим огромную порцию. Плюс, если вы съели овощи, вы наполнили желудок, и эта клетчатка, она как раз предотвратит всасывание лишнего жира. Так, а если все-таки с овощей не удалось начать, и в ход сразу же пошли какие-то жирные блюда, может быть, какие-то лекарства, средства, на них упор стоит сделать? Здесь, да, нужно осознавать, что особенно если есть уже проблемы с желудочно-кишечным трактом, то использовать ферменты. Ферменты, они, в принципе, продаются без рецепта, но в любом случае, знаете, что у организма нет таких праздников, нет какой-то определенной кнопочки, которая переключила бы на усиленную выработку ферментов, гормонов, поэтому здесь в любом случае важна мера. А вот, например, уголь активированный, не знаю, уже в ходе, например, застолья или антигистаминная, вот это поможет? Поможет уголь, да, но ферменты в любом случае это препарат выбора в этой ситуации. Хорошо, а какие продукты все-таки стоит исключить и убрать со стола новогоднего? Я бы рекомендовала убрать сладкие напитки и особенно не запивать ими такие крепкие напитки. То есть соки, газировки, вот это все, избавляемся от этого. Почему? Потому что у нас как раз, да, как вы сказали, перебор идет жирных продуктов и в сочетании с сахарами, а в напитках они очень быстро всасываются, и получается такая калорийная бомба, которая сразу действует и на поджелудочную железу, и на наш желчный пузырь, поэтому очень важно не сочетать углеводы и жиры. Заменить морсами, может быть, или? Заменять можно, да, морсами, но не с большим количеством сахара, как раз здесь можно контролировать его, сколько положить. Также вода, чистая вода, и как раз вода тоже может предотвратить переедание. Хорошо, а майонез мы чем заменяем? Майонез можно, например, заменить сметаной, а можно еще, рекомендую, например, если уж кто-то совсем не может отказаться от майонеза, один к одному смешать его с йогуртом классическим. Вкус не потеряется, а жирность уменьшится в два раза. Наталья, расскажите, что на вашем будет новогоднем столе стоять? На моем новогоднем столе будут стоять обязательно бутерброды с икрой, я очень люблю рыбу, морепродукты. У меня, конечно, домашние тоже не откажутся от оливье, но здесь, как я выхожу из этой ситуации, то есть мы готовим заранее овощи, и каждому уже в одно блюдо, там уже дозировано можно использовать или ту же заправку майонеза, сметану, то есть положить... Каждый для себя, скажем так, в небольшом количестве, и заправить можно действительно менее калорийным майонезом или той же сметаной. Наталья, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Поздравляю вас с наступающим праздником, мы продолжаем. Спасибо вам.